здравствуйте меня по-прежнему зовут александр паснова я по-прежнему очень рада видеть вас нам канале закоренел цветочник потому что если вы его нашли если вы смотрите это видео значит вы неравнодушны к цветам что может быть прекраснее цветов только другие цветы скажу вам прямо не то я и положа руку на сердце так оно и есть цветы это то вдохновение которое мы получаем и они нам даны самой природы что на мой взгляд самое ценное потому что все что изготовлено руками человека или руками техники она не живое как бы мы не вкладывали в эту душу все равно это немножечко искусственно это нам дает наша окружающая среда наша планета и это ценно вдвойне потому что мы можем этим любоваться наслаждаться создавать себе джунгли сегодня вам расскажу про силогенеллу не зря стоит у меня здесь второй экземпляр совершенно другой вот это силогенелла мартенса 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 мартенси короче джори не важно я уже заговариваюсь то что это не первый ролик а вот это у нас силогенелла пода ну вот называется почувствуй разницу да когда у меня есть возможность показать несколько сортов сравнений я конечно этим пользуюсь вот скажите что если их поставить рядом если не знать название то вряд ли можно догадаться что это одно и то же растение но тем не менее так есть еще другие силогенеллы я очень надеюсь заполучить их свой магазин ну ладно сделаю рекламную паузу для тех кто не знает эти цветы продаются в моем интернет-магазине flors.ru именно благодаря ему благодаря вам я могу снимать эти ролики потому что мне есть что вести для кого вести и про что рассказывать просили генеллу мартенса джори у меня есть ролик кому интересно посмотрите здесь немножечко другая история но вот сейчас мы давайте сравним просто структуру листа посмотрим вот эти вот маленькие маленькие нежненькие нежненькие листики которым даже просто страшно прикоснуться и вот такие вот крупные плотные красивые с белыми окантовочками другого сорта несмотря на то что они такие разные это все таки то это силогенелла будем ее рассматривать под микроскоп смотрите тоненькие-тоненькие корешочки воздушные которые тут же прирастают их они не такие красивые как у то силогенелла то есть это они более крупные их хорошо видно здесь они прям как волосочки видите такие тонюсенькие тонюсенькие и если мы посмотрим снизу то вот этот корневая система но не просто такая тоненькая тоненькая растение очень очень нежная то есть малейшее грубое прикосновение ломать веточку веточка засыхает состоит она из вот много много веточек я боюсь туда лезть просто по сравнению с ее веточками мои пальцы кажутся ногами слона в растении почему покровно вот и немножко расковыряла и видите как она растет то есть на каждой веточке есть корешочки на этими корешочками прирастает к земле поэтому когда мы ее пересаживаем я бы очень рекомендовала делать перевалку очень бережную перевалку то есть как следует обмять горшок и прям аккуратно аккуратно ее вынуть можно даже там попытаться так вот протолкнуть немножко чтобы не брать ее за макушку возможно я буду сажать с ней какой-нибудь сад я вам покажу как это делается она не высокая вот это вот растение вы сейчас будете смеяться но садовник там заявляет его как девятый диаметр горшка 15 сантиметров высотой ну не знаю что за линейка у этого волшебного голландского садовника или в каком кофешопе он был до того как он померил его но тем не менее мы ставим высоту и размеры по инвойсам мы не можем от этого отходить так уж заведено имейте ввиду она бывает побольше конечно иногда я привожу в двенадцатом горшке это шапочка побольше но побольше она раза в два то есть больше чем в два раза она не вырастет делаем аккуратную перевалку прям бережную бережную горшочек подбираем плюс можно даже чуть больше чем плюс два сантиметра но тогда не выше почему мы можем брать более широкие горшки потому что она у нас стелющиеся растения если у вас получится с ней подружиться то у вас будет такая вот зеленая плюшевая шапочка круглогодичная по мне обыкновенно красивая листики тоненькие-тоненькие волшебные оптимально все-таки сажать ее либо в горшок с дренажным отверстием и поливать ее через поддон вот по моим наблюдениям если и полив не дай бог вы будете плевать сверху тут же будет загноение примерно та же история что с солеролей про солероли по моему снимала ролик если нет то я обязательно это сделала не любит она насчет опрыскивания не уверена то есть если вы хотите дать влажности опрыскивать и вокруг нее чтобы не было попадания непосредственно на листики то что не представляете это ну это какая-то абсолютно миниатюрная природная работа и ну не знаю то есть по моим вот опять же наблюдением а я их брала неоднократно делаю с ними сады очень их люблю поскольку это прям такая живая зеленая кочка она не очень прихотлива если вот не перегнуть с водой не переборщить то есть не льем внутрь потому что помимо того что идет загноение еще от воды они умудряются приминаться и в этих местах начинают гибнуть берем универсальную землю широкую плошку даем ей возможность разрастись если вы хотите подсадить ее как почему покровку какому-то большому растению это возможно тогда вы просто берете вот горшок в котором у вас и большое растение делайте ямку просто чтобы взять ее туда поставить и аккуратно снизу вот так утрамбовать не прямые солнечные лучи ни в коем случае ожоги гарантированы то есть много яркого много и рассеянного света я бы сказала честно скажу на северном окне не пробовала пробовала восточное западное окно чувствует она себя хорошо но у меня западное окно немножко притянено деревьями поэтому там нет таких ярких солнечных лучей в летний период времени я думаю что летом ее можно держать на северном окне но все-таки свет ей нужен не знаю пишет на тут садовник ничего нам не пишет не раскрывает нам тайны как с ней подружиться но я думаю что я вам уже основные моменты рассказала что самое главное это бережная пересадка не поливать шапочку не жамкать ее руками поэтому в детскую на 1 лучше не ставить если у вас очень любознательный ребенок он любит тактильно все проверить в подсадках но там тоже коты если вас коты как кони скачут по горшкам то они тоже могут ее повредить мои кстати коты периодически пытаются ее поесть не знаю с чем она там угодила так им но когда она в таком свободном доступе они пытаются откусить от нее кусочек вроде бы она ничем не пахнет ну не знаю что так их привлекает мне конечно них никак у кота но тем не менее мне сложно предположить удобрение грунт все универсальное если вы ее сажаете в кашпо в широкое то поливайте так чтобы поливать полив приходился на землю не на листья опрыскивание уже сказала если хотите вокруг особенно если она стоит где-то рядом с батареей но вот собственно весь секрет подружиться с ней ну не не скажем так чтобы уж прям совсем-совсем-совсем просто но никаких сложностей я в этом не вижу если вы любите сажать садики также как это люблю делать я то присмотритесь к ней она прекрасно себя чувствует но во флорариумах есть слишком влажно она там гниет вот надеюсь я вас заинтересовала захотите себе очередную красотку смею вас уверить она вас не разочарует потому что она ну достаточно неприхотлива надеюсь видео было вам интересным полезным если вы хотите о чем-то узнать ну например о вредителях о которых я не рассказала потому что ни разу не видела носил генели вредителей либо вы ее выращивали знаете какие-то тонкости там она допустим любит свежий воздух или она не любит свежий воздух и что-то она там любит или не любит пожалуйста напишите все знать невозможно вы понимаете прекрасно объем цветов который мне приходится иметь дело и с какими-то конечно же мне более близкий контакт с какими-то более отдаленный контакт но вот эту красоту я забирала неоднократно в пересушенном состоянии из магазина знаю что пересушить ее плохо перелить ее еще хуже поэтому для тех кто себя не контролирует когда берет руки в руки лейку подумайте три раза возможно вам нужно пройти курс по контролю над лейкой а потом уже заводить это прекрасное шапочное растение спасибо что досмотрели видео до конца и надеюсь до новых встреч